Она не просто художник, педагог, автор иллюстрации Кубышевского книжного издательства, рисунков книг и статей. Человек, картина которого сейчас находится в частных коллекциях различных стран мира. На выставке «Пробуждение» реализм в лучшем смысле этого слова. И искажать его не хочется, ведь женщина прекрасна всегда, независимо от настроения, погоды и обстоятельств. Отмечает Надежда Викторовна и показывает одну из самых любимых своих картин. Сидела, что-то вспоминала, как этот вот поезд отходит, как девочка вот это. И проводница показывает свободный путь поезду. И она вот как бабочка и птичка вспорхнула на эту высокую ступеньку. И вот вся она уже в порыве этого поезда. Более 60 работ маслом – оригинальный подарок всем дамам к 8 марта. Пейзажи, цветы, женские образы – все, что вдохновляет, окрыляет и очаровывает. Особенно в начале весны. Здесь и беспокойное море в нежных красках, рассказывающее о переменчивом женском характере. И всадник, будто торопится к даме сердца. И даже цветы, которые не перепутаешь ни с какими другими работами. Авторский стиль художницы в каждом из представленных полотен. Татьяна Салманова впервые увидела эти картины в интернете. Сейчас рада тому, что удалось попасть на выставку и познакомиться с Надеждой Русяевой лично. Вот вживую – это совершенно другой эффект. Картину видеть вот так вот – это, знаете, ну, сказать, что я в восторге – это не то. Вот я увидела в этих картинах, особенно где цветы. Буквально технику исполнения в стиле 3D. Потому что, вот обратите внимание, они выходят из картины. Их можно взять, эти букеты. Когда жизнь наполняется красками, поток чувства крыляет и дает стимул для творчества. Приходит время для новых работ, рассказывает Надежда Викторовна. Что интересно, большинство картин она пишет под музыку Чайковского и Магомаева. Так идет лучшая кисть и быстрее появляется вдохновение. Такой художественной техникой, которая работает на результат, проникаются и ее ученики. Сейчас многие из них – выпускники лучших художественных и архитектурных вузов страны. Надежда Викторовна является моим первым преподавателем, первым учителем. Я считаю, что рисовать может каждый главное желание. Может, у кого-то есть талант, у кого-то есть к этому предрасположение. Но если нет желания, то ничего не получится. Выставка «Пробуждение» открылась в Доме музея имени Ленина в рамках постоянно действующего проекта «Выставка в переходе». Экспозиция будет открыта до конца марта этого года. Вход свободный. Ольга Павлова, Игорь Казановский. События.